Лошкарев, выходи! Привет, друзья! Меня зовут Лошкарев Андрей. Это проект Все по Ому настройке. Сегодня у нас воскресенье 26 октября 2014 года. В Питере минус 2. Снег у нас тут был на днях, но сейчас уже ничего нет. 11 часов утра. Сегодня, кстати, перевели часы. Мы на час больше теперь спим, но у нас гораздо раньше будет темнеть. Для строителей это не очень хорошо, потому что рабочий день немножко сократился. Ну ладно, значит, про этот замечательный объект и историю переезда из квартиры в свой дом молодой семьи. Прошлый выпуск был посвящен, по-моему, я рассказывал вам про фундамент, как здесь делалась опалубка, и на следующий день этот фундамент залили. Все, собственно, после этого у нас произошел перерыв. Значит, с того времени ребята построили каркас дома, чем-то его обшили, ну и, короче, сделали еще какие-то виды работ. В общем, об этом я вам сегодня и расскажу. Да, хочу сказать несколько слов по поводу количества рабочих дней. В прошлый раз, когда, ну вот полтора дня назад, когда я приезжал и снял анонс про сегодняшнюю серию, мы с владельцем подсчитали примерно, сколько он здесь уже занимается строительством вообще на участке, не только дома, потому что здесь земляных работ было очень много. Баню строили, дренажи, канализацию и так далее. В общем, получилось, что сейчас у нас 285-й календарный день. Сколько было рабочих дней, тяжело почитать, потому что было очень много перерывов по разным причинам. В общем, в итоге, наверное, получается примерно где-то 120-130 рабочих дней из 285 календарных. Много ли это мало? Ну, человек строит сам, строит с подсобниками. Дом такого размера у него первый, поэтому, наверное, для первого раза вполне нормальная скорость. Вот, профессиональные строители бы, конечно, уже бы месяца за три сделали бы здесь все под ключ, но совершенно за другие деньги. Итак, в прошлом сюжете я показывал, как была выставлена опалубка. На следующий день приехал бетононасос, бетономешалка и фундамент залили. Фундамент, как вы помните, состоит у нас из двух элементов. Это плита монолитная и вот такой вот соколь, ленточка на плиту, который просто поднимает наш дом повыше. Основная неприятность была в том, что кое-где плохо закрепили опалубку, и она немножко отошла, как бы разошлась, и заливка получилась не совсем ровная. Но эти все дефекты выровняли, они получились небольшие, дефекты были небольшими, поэтому их выровняли за счет вот пенополистирола, которым обшивали, утепляли цоколь. После того, как фундамент сделали, ребята заказали проект дома, проект каркаса дома, потому что решили они не рисковать, не доверять всяким умным строителям, которые типа знают, как строить и без проектов. В общем, ребята заказали проект, ушло какое-то время на проектирование дома. После того, как получили проект, заказали 25 кубов доски. Каркас у нас состоит, сделан из доски 200 на 50. Заказали 25 кубов доски и начали строить по проекту. То есть пилить в размер и устанавливать на свои места стойки, обвязку и другие элементы каркаса. Проектироваться нужно обязательно, особенно когда вы строите дом самостоятельно, даже когда строят вам строители. Почему? Потому что данный дом внешне выглядит совсем просто. По фундаменту он напоминает букву Т, то есть вот у нас есть вот этот вот основной, основная часть, и есть вот, которая вот на нас так выступает, в виде буквы Т. Размер по фундаменту всего 100 квадратных метров. Ничего тут сверхъестественного фантастического нету. Двухскатная крыша, мансардный этаж, двухскатная крыша. Вроде никаких сложных элементов нет. Внутри тоже достаточно все просто. У нас идут перегородки каркасные. Они ставятся достаточно часто у нас. Комнаты у нас небольшого размера. Единственное, вот открытая зона, вот здесь центральная. Но вот этот вот пролет, он всего лишь 4-х метровый. То есть вот здесь всего 4 метра. И зачем была использована толстая, дорогущая, клееная балка, вроде как не совсем понятно. И многие строители, которые это видели здесь, тоже задавались вопросом, нафига? Мы бы просто взяли бы брус 200 на 200 и бросили бы его. Он вполне бы выдержал у нас 4 метра. Но по проекту здесь вот такая конструкция. Я расскажу почему. Значит, вот, ну короче, вы видите, что внутри все достаточно просто с технической точки зрения. Но вы видели, там применены какие-то вот клееные конструкции, железные башмаки для столбиков и так далее. То есть ребята, когда показали проект дома, то есть планировку проектировщику, он начал проектировать и начал вроде как проектировать сложновато. Не применяя каких-то общераспространенных стандартов, по которым строят каркасные дома. А именно, как строятся каркасные дома у нас многими строителями. Многие строители думают, что каркасный дом – это три элемента. Первый элемент – это стойки стены и половые лаги должны идти с шагом 60 сантиметров. Второй момент, второй элемент – углы каркасного дома должны быть усилены ригелями. На две стойки или на одну. И третий элемент – момент, что все окна, все двери, все проемы в каркасной стене должны быть сверху усилены ригелем, то есть доской, которая у нас стоит, врезается ребром в каркас. Все, обладая вот этими тремя элементами, знанием об этих трех вещах, большинство строителей строят любые каркасные дома. То есть вы им показываете планировку дома, 6х6, 20х20, 50х50, трехэтажного, двухэтажного, полтораэтажного. Они просто берут все стены, раскладывают на стойки, ставят стойки через 60, лаги ставят через 60, стропила ставят через 60, все окна усиливают ригелями, в углах ставят вам укосины. Все, по их мнению, это надежный каркасный дом, сделанный с соблюдением всех финских, канадских, американских стандартов каркасного домостроения. Так вот, друзья мои, вот этот простой дом, построенный по общераспространенным знаниям о каркасном домостроении, разваливается. Об этом рассказал и показал проектировщик, владельцам, застройщикам этого дома. И они поняли, что если строить так, как учат в интернете, дом просто развалится, в частности их. Поэтому они доверились проектировщику, он спроектировал дом и конструкции, узлы дома таким образом, чтобы этот дом был надежный. Какие узлы он здесь применил, я вам сейчас расскажу. Прежде чем показать вам здесь техническое решение, которое здесь применено, поясню момент про то, почему так любят строители ставят стойки через 60 сантиметров. Все дело в том, что это все пошло от утеплителя. Типа утеплитель, который идет, продается в матах, каменная вата, стекловата, она имеет размер 60 сантиметров. И если стойки ставят, но они ставят не через 60, а через 56, 57, 55, чтобы немножко этот утеплитель, так сказать, плотно вставить, то, исходя из того, что утеплитель этот не нужно резать, будет меньше отходов и так далее, удобно вкладывать, ставятся стойки через 60 сантиметров. Но конструктивно это не всегда правильно. В некоторых домах через 60 стойки можно поставить. В некоторых домах нельзя. Не нужно загоняться в рамки вот этих вот, отталкиваться от утеплителя. То есть вообще бред. Вам стены нужны для крепости, а не для того, чтобы вы могли оптимально вложить в него утеплитель. Поэтому здесь стойки стоят с разным шагом. С разным шагом. Здесь все будет утепляться эковатой, поэтому абсолютно без разницы, с каким шагом они стоят. То есть эковату можно задуть в любую полость. Стойки здесь стоят таким образом, чтобы стены имели конструктивное... Чтобы стены были надежными. Также укосины, вот вы видите здесь, укосины стоят во внутренней стене. Здесь укосины, причем они стоят с двух сторон. Здесь укосины стоят у нас на две стойки. Где-то... Сейчас я вам покажу. Здесь укосины стоят на три стойки. Там укосины стоят на две стойки. То есть вот эта история с укосинами, здесь укосин стоит две. Причем они стоят не вот буквой В, да, вот так. А они стоят именно параллельно друг к другу, да, и через всю стену. То есть вот эта история с укосинами тоже не совсем правильное... Не совсем правильное и универсальное утверждение о том, что укосины нужно ставить только в углах каркасной стены, и все, и больше нигде. Укосины ставятся так, чтобы стена была надежным узлом. И это можно выяснить и спроектировать только в программе, делая расчет. Причем стена... Нельзя воспринимать стену как отдельный элемент. Да, некоторые производители каркасных домов, точнее элементов для каркасных домов, продают вам куски стены, и говорят, что из их кусков стены можно вот собрать целый каркасный дом. Неверно, потому что каждая стена в каркасном доме играет свою роль, и она конструктивно должна быть вот именно той, которая нужна вот в этом месте. Вот в этом месте нужна вот такая каркасная стена. Она странная. Да, вот две укосины, параллельно еще есть, да, вот. То есть у нас такое усиление идет, стойки стоят с непонятным шагом, там у нас каркасная стена тоже имеет, да, тут две доски, две стойки, там такое усиление, тут такое усиление. Но конструктивно вот эта стена здесь играет, свою роль выполняет свою функцию, та стена выполняет свою функцию. И так относительно всего. Поэтому, обладая какими-то универсальными знаниями, невозможно строить любые дома. Это неправильно. Дом должен проектироваться. Проектироваться в зависимости от его, как бы, вот, планировки, размеров и задач, которые он должен выполнять. Итак, для обеспечения жесткости каркасному дому, вот этому каркасному дому, было применено следующее техническое решение. Смотрите, видите, какие-то железные башмаки. Из них идет у нас столб. Далее идет клееная балка. И опять какой-то вот столб. То есть, образуется такая пространственная рама. Причем этих рам две. То есть, вот, первая рама и вторая рама. Две вот эти вот конструкции связаны между собой брусом. Вот здесь, вот в этом месте. Здесь у нас связки по полу, вот, по первому, так сказать, по потолку первого этажа нет. Связка у нас есть на втором этаже. Я вам покажу. Там у нас вот черная такая штука. Это железный, железный швеллер, который у нас уходит в конек. Вот. Также швеллер у нас уходит вот на тот угол. Вот. А это у нас, собственно, столб. Вот этот. И вот этот вот швеллер, вот эти два швеллера сходятся в коньке, опираются у нас на столб, который у нас вот приходит вот сюда, вот в это место. И вот этот столб у нас соединяется брусом с нашими вот этими ножками. Получается такая пространственная рама, которая обеспечивает жесткость всему дому. То есть, вот изначально у нас как бы получается, что есть вот эта рама, и к этой раме у нас пристроены все остальные стены и составляющие дома. То есть, вот здесь у нас пристроена вот эта часть, вот эта часть, здесь у нас вот эта часть пристроена, и как бы вот эта часть держится на вот этой вот пространственной конструкции. Если эту конструкцию убрать, то дом получается жидковатый. То есть, если это все сделать с помощью обычных каркасных стен, либо просто поставить столбы, балки, и не применяя вот этих вот жестких связок, вот этих вот толстых, толстых балок, то дом получится жидковатый. То есть, вот эта балка, она имеет такую толщину, потому что она не только держит второй этаж. Чтобы она только держала второй этаж, ее можно сделать и тоньше. Плюс она еще держит, как бы, ту часть дома, и эту часть дома. Не знаю, можно сказать так, на разрыв, что ли. Вот. То есть, на нее очень много сведено нагрузок, поэтому она вот такой толщины. Плюс столбы. Значит, примено такое решение крепления столба, потому что в данном месте сюда приходится достаточно мощная нагрузка. То есть, вот этот столб, например, у нас несет только вертикальную нагрузку, поэтому его закрепить. Ну, не знаю, может быть таким, так сказать, анкером самодельным. Видите, пластина. И на нее одет столб. И зафиксирован шпилькой. Вот это решение здесь не подходит. Проектировщик посчитал, что здесь нужно именно вот такую, вот самодельный железный башмак. И вы сделали из толстого металла, гидроизолировали, защитили деревяшку и воткнули, собственно, установили на такие башмаки. Таких башмаков у нас 4 штуки. Сейчас поднимусь наверх, покажу вам, как там сделано продолжение этой конструкции на втором этаже. Итак, я поднялся на второй этаж. Так, вот у нас первый этаж. Идет столбик и от него идет швеллер. Швеллер у нас выполняет роль ендовы. Идет швеллер в конек. Ну и здесь идет второй такой же швеллер. Вот, образуется вот такая конструкция. Значит, ну и этот столб вот от конька у нас это все идет на первый этаж. Столбик, который я вам показывал. Который стоит не на башмаке, а просто прикреплен таким самодельным анкером. Второй этаж у нас будет состоять из 4 комнат и санузла. Комнаты достаточно большие, но основное разделение идет вот по центру у нас идет перегородка каркасная. Все, ну и соответственно у нас вот где окна будет одна комната, вторая комната. Вот здесь будет комната большая. Ну и у меня за спиной. Я тут, к сожалению, не могу так кручусь на одном месте, потому что стою на лагах. Тут не очень удобно ходить, не очень безопасно. В общем, что я хочу вам, друзья, что в данном доме применена вот эта пространственная рама в виде швеллера вот этих вот клееных элементов, клееных балок, вот этих башмаков. Зачем именно такой толщины клееная конструкция, зачем здесь именно железный швеллер, я вам рассказать не могу. это решение проектировщика, что здесь именно железное должно быть, а не какое-то клееное или ЛВЛ-брус. Внизу должны быть такие металлические башмаки, а не просто опирания и так далее. То есть вот это решение, оно показывает, что несмотря на то, что дом вроде как классический, простой по форме, никаких больших открытых пространств здесь нету, но программа расчета показала, что он развалится, если внутри с дома не сделать вот эту вот конструкцию, вокруг которой уже собрать весь остальной дом, тогда он будет надежным, не развалится, не будет шататься и так далее. Также многие меня в моих видео про каркас ругают, что над окнами не установлены ригеля. О, ужас! Тем не менее, здесь тоже, например, вот, да, не стоят ригеля и проектировщик, так же, как и мне, так же, как и владельцам этого дома, совершенно четко как бы вот рассчитал конструкцию, никаких ригелей не нужно, поэтому вот это панацея, что над всеми окнами должны быть ригеля, полная херня, где-то они нужны, где-то не нужны. Вот в сюжете про мой каркасный дом они не нужны, мне проектировщик тоже рассчитал все мои стены, никаких ригелей. У меня там есть несколько окон больших, есть одно среднее окно, где у меня стоят ригеля, здесь ригеля стоят у нас по первому этажу, по-моему, везде и нигде не стоят на втором этаже. Вот, так что вот эта панацея с ригелями, она тоже излишняя, конечно, его можно ставить, но он уменьшает толщину утепления и может, короче, не всегда они нужны, поэтому когда они нужны, тогда нужны, когда не нужны, тогда не нужны. В общем, на этот вопрос отвечает проектировщик, поэтому лепить какую-то отсебячину, везде эти ригеля, везде эти там укосины, стойки через 60, ну, это херня полная. В общем, что вам здесь еще показать? Ну, крыша стандартная, у нас мансардная крыша, правда, высота стен, вот здесь у малой стены у нас 2 метра и высота потолка вот здесь, в высшей точке будет 2,70 и вот здесь у нас идет скос потолка по кровли. такой практически полноценный получается второй этаж, у меня в моем предыдущем каркаснике стены были, по-моему, полтора метра, вот, но здесь ширина дома больше и если делать низкую, низкие стены на втором этаже, это уменьшает и высоту дома, он становится некрасивым, то есть здесь вот эти 2 метра, они еще выбраны с учетом того, чтобы дом красиво выглядел эстетически внешне, плюс 2 метра удобно, чтобы ставить там любую мебель к стенкам и так далее. Полы сделаны из доски 200 на 50, шаг подобран проектировщиком, так, чтобы лаги несли всю нагрузку, которая на них приходится. Вот в этой части будет лестница, в общем, мне владелец обещал планы прислать с проекта, я вам их покажу, какая здесь будет планировка. Видите, в той части полы лаги стоят очень часто, здесь шаг гораздо больше. Опять же, если бы это делали бы обычные строители, они везде бы сделали шаг одинаковый, но в этой части нагрузка на эти лаги больше, поэтому здесь обязательно должно быть шаг меньше. В этом углу, по-моему, будет санузел. Или что-то, или нет, или я что-то путаю. В общем, я спрошу, по-моему, там будет санузел, поэтому там полы усилены. В общем, день за днем, не знаю, там, неделя за неделей, хотя каркас они вроде собрали очень быстро, глядя в проект, глядя в картинки, которые там нарисованы, постепенно собрали каркас дома. Ничего не придумывали, все как в проекте, так и собирали. Поменяли за это время очень много рабочих, некоторые просто ленились, некоторые просто не умели работать, хотя заявляли, что умели. Некоторых выгнали, потому что даже работая по проекту, они умудрялись делать какую-то свою отсебячину. В общем, на сегодняшний день ребята собрали каркас и обшили его вот этим зеленым материалом. Материал этот называется древесно-волокнистая плита. По сути, это бумага, спрессованная, с какими-то добавлениями, сверху чем-то покрыта. Короче, вы на сайте можете почитать, из чего эти плиты делаются. В простонародье или такое распространенное название им изоплат. Но, в частности, вот это плиты компании Скану. По-моему, Скана. Я первый раз вижу это название. В основном мы обшивали изоплатом, поэтому конкуренция не стоит на месте, рынок двигается, появляются новые материалы. Изоплат, по-моему, владелец сказал, что он был дороже, и поэтому он купил вот этот вот Скана. Зачем нужны эти плиты? Эти плиты они служат, во-первых, утеплителем, они утепляют стойки, которые у нас, из которых состоит каркас, плюс они служат ветрозащитой, то есть они используются вместо пленки, вместо мембраны, которая в каркасных домах снаружи монтируется. Плюс он достаточно устойчив к внешнему воздействию, и пока вот у ребят нет денег на наружную отделку, они будут вести внутренние работы, даже, возможно, в зиму уже заедут на первый этаж, это я уже немножко забежал вперед об их планах, но снаружи дом останется вот такой вот зеленый и до весны он вполне нормально достоит, потом ребята у них появятся деньги и они сделают наружную отделку. Ну и раз я проболтался про их планы, значит ребята хотят, у них не хватает денег, про деньги я чуть позже скажу, они хотят сделать полностью первый этаж дома, законсервировать второй этаж и приспокойно себе жить на первом этаже, на первом этаже им очень много места, их же всего двое и ребенок, маленький пацанчик, вот, жить на первом этаже, как только появляются деньги, они доделывают второй этаж, итак, пойдемте я вам покажу вблизи, что это за древесно-волокнистые плиты, как они монтируются, как они выглядят на каркасе, сколько стоят эти плиты я вам сказать не могу, владелец искал накладную не нашел, в общем, посмотрите в интернете древесно-волокнистые плиты фирмы скана, вот, я думаю, что ценники там есть, итак, приезжают, вы покупаете эти плиты, приезжают они вот на поддоне вот в таком виде, берутся гвозди с плоской шляпкой, толевые гвозди, раньше ими рубероид били на крыше, на старой крыше, вот, и по стойкам бьете гвоздями, монтируете их прямо на каркас, сейчас я вам покажу в разрезе, вот у нас просто стойка, никаких пленок нету, просто обычный каркас, и на каркас вы прибиваете на гвозди эти плиты, они у вас служат как ветрозащита, плюс это достаточно мощный, хороший утеплитель, он закрывает вам стойки, потому что если вы не применяете этот утеплитель, а просто на каркас натягиваете пленку, ну, снаружи, снаружи пленку, то каждая вот у вас и задувайте например эковатой или утеплителем, то каждая стойка это такой небольшой мостик холода, который уменьшает тепловые свойства стены, с использованием же вот такой, такого материала, вот монтируя его вот таким вот образом, вы вот эти все мостики холода закрываете, так сказать, нивелируете, вот, плюс он служит ветрозащитой, хорошей ветрозащитой, плюс если у вас нет денег на наружную отделку, вы какое-то время можете вот с таким зеленым фасадом жить, он не боится внешних осадков, ветра, снега и так далее, бьется он по стойкам, вот, прям на стоечку бьется, поэтому если даже вот здесь мы видим небольшие щели, к сожалению, совсем плотно его смонтировать не получается, но здесь у нас стойка, она у нас шириной 50 миллиметров, поэтому здесь вот эта щель, она не совсем как бы вот насквозь, то есть даже если ветер будет дуть, да, возможно, он каким-то образом там будет продувать, но что маловероятно, если вы этого опасаетесь, вы можете купить специальный скотч и заклеить эти швы, вот, но на самом деле, когда вы будете делать наружную отделку, вы по этим стыкам пустите бруски, вы набьете бруски, а потом будете наружную отделку на эти бруски монтировать, поэтому вот эти все щели, они закроются, чтобы материал этот резать, к сожалению, ножом вы его не порежете, потому что хоть это и бумага, но он достаточно плотный, лучше всего он режется паркеткой или лобзиком, я вам в предыдущем сюжете это показывал, либо ножовкой, вот такой зеленый плитный утеплитель, в принципе для каркасных домов он, можно так сказать, обязателен, я не во всех домах его применяю, потому что он не совсем дешевый, плюс он, например, в некоторых домах он не всегда нужен, если дом для постоянного проживания, то, конечно же, он обязателен, здесь ушло, по-моему, 200 метров на фасад дома, по цене посмотрите в интернете, посчитайте, сколько стоит вот, ну, такого размера дом, им дополнительно утеплить, и так, что еще сделано здесь у нас, сделана обрешетка под металлочерепицу, металлочерепица уже заказана, через несколько дней она приедет, и дом накроет металлочерепицей, также заказаны окна, стеклопакеты, установят окна, двери, все, наружный контур дома будет закрыт, уже не будет продуваться, можно вести какие-то работы внутри, какие работа сейчас еще делаются, значит, ребята занялись полами, чтобы здесь сделать, здесь на первом этаже будут теплые водяные полы, чтобы их сделать, нам нужно засыпать наши все пустоты, которые появились из-за того, что мы приподняли, что мы сделали все эти пустоты засыпаются песком, обычный песок, без глины, чистый, завозится, трамбуется трамбовкой, получается такое плотное песчаное основание, потом далее на песок будут сделаны теплые водяные полы, будет положен экструдированный пенополистирол, утеплитель, на него арматурная сетка, ну и свяжутся полы, этот сюжет я вам в будущем покажу, ну а пока все засыпается песком, так друзья, буду заканчивать, потому что села батарейка, айпад не может работать долго, больше полутора часов на морозе, на небольшом морозе, сейчас минус один примерно, вот, боюсь, что сейчас вообще не хватит мне времени закончить сюжет, так вот, лучше задавайте вопросы в комментариях, и я сниму, расскажу все остальное в следующей серии, так вот, значит, сейчас у нас сделан каркас дома, подравняется маленько обрешетка, чтобы это все дело аккуратно выглядело, металлочерепица приедет через, она уже оплачена, приедет, через несколько дней сделается крыша, потом поставят ребята окна, утеплят стены эко-батой, все, у нас получится теплый дом, да, снаружи ничего они делать не будут, вот так он с зелеными плитами и останется зимовать, и ребята перейдут ко внутренним работам, внутри они, как только вот дом утеплится, все, внутри они сделают теплые водяные полы, запустят отопление, все, в доме будет тепло, второй этаж они законсервируют, отделывать его не будут, займутся первым этажом, на сегодняшний день суммарные расходы, не, это страшная цифра для вашей психики, наверное, короче, дом, вот, будем, будем частями как-то вот, порционно я вам сейчас буду эту цифру выдавать, значит, вот дом с фундаментом, с каркасом, с крышей, и с, вот, обшитый вот этой вот зеленой плитой, обходится в полтора миллиона рублей, то есть обошелся в полтора миллиона рублей, это у нас неутепленный, такой, можно сказать, каркас дома, площадь я вам точно назвать не могу, мне пришлют проект, я посмотрю, 200 метров, это, можно так сказать, площадь помещений по внутренним размерам, здесь у нас есть небольшая веранда, пристройка у нас есть, поэтому здесь площадь больше, чем 200 метров, дешевле каркас, чем полтора миллиона 200 метровый, на фундаменте, на плите, с соколем, сделать вряд ли получится, через какие-то компании, или еще что-то, то есть здесь сделалось руками помощников, не очень дорогих, и так далее, короче, вот полтора миллиона, вот примерно в таком виде, только до конца обшиты зеленой фигней, зелеными плитами, далее, ну в принципе все, по дому это все, вот это расходы по дому, суммарно расходы сейчас ребят составили 5 миллионов 200 тысяч рублей, значит, за миллион 200, это вместе с участком, это вообще все их расходы по вот, вот связанные с этим участком, с этим мероприятием, с этим проектом, то есть они купили участок за миллион 200, сейчас пока частично оплатили газ, электричество, воду, а как вы помните, это дорого, много денег вложили в сам участок, чтобы не жить на болоте, чтобы у них не было тут воды, а здесь плотная глина, вода плохо уходит, короче, здесь проблемы с грунтами, много денег вбухано в дренажи, в замену грунта, короче, в участок, в земляные работы, они поставили себе не самую дешевую биостанцию за 150 тысяч рублей, плюс они построили под ключ небольшой домик, баню, плюс они сделали фундамент под гараж, сделали въезд, оплатили окна, оплатили металлочерепицу, в общем, вот сегодня, на сегодняшний день, вот с оплаченными некоторыми вещами вперед, расходы 5 миллионов 200, реальная сумма, значит, на что они сейчас рассчитывают, то есть деньги за квартиру у них уже на квартире закончились, которые они выручили с квартиры, деньги они сейчас активно зарабатывают, и у них есть, они планируют за где-то 500-600 тысяч рублей сделать себе под ключ первый этаж, первый этаж и переехать, собственно, жить на первый этаж, почему там в 500-600 тысяч им вполне реально вложиться, потому что они будут делать самостоятельно, плюс у них там будет один подсобник, то есть они одного человека наймут, чтобы он им помогал, и самостоятельно сделают электрику, отопление, но отопление это теплые водяные полы, вы знаете, что это делается очень просто, отопление, водоснабжение, водоснабжение уже в доме у них заведено, нужно просто эту трубу к крану подвести, то есть это звучит так водоснабжение, на самом деле это там две трубы, которые нужно подвести к кранам, канализация у них уже есть, труба уже заведена, то есть канализация это просто вот к трубе подсоединить унитаз, ванну и что-то там и раковины и так далее, то есть эти все работы он знает, вот владелец этого дома, он сделает сам ну и внутреннюю отделку обошьет там какими-то материалами на полы постелит плитку поэтому он здорово сэкономит на работах и вложится в 500-600 тысяч которые у них сейчас уже есть в общем за эти деньги они планируют сделать первый этаж и уже начать здесь жить вообще реальная стоимость, вот мы с ним разговаривали с владельцем реально, вот чтобы привести в порядок здесь участок чтобы до конца сделать весь дом дом вот такого размера со всеми удобствами полностью заплатить за газ и так далее требуется 7 миллионов рублей за 7 миллионов рублей 300-3400 сюда въехать это конечно у них не получилось но вот рассуждая о том можно ли за 4 миллиона за 4,5 миллиона вот так вот въехать в жилой дом можно если сделать дом поменьше если сделать фундамент фундамент простой сделано на сваях ну как бы стоит вроде в общем сосед начал делать ленточку на столбах бетонировать начал бетонировать в общем если не делать дорогих вот таких решений плиту там еще что-то не заниматься вообще участком земляными работами не строить дополнительно бани гаражи а просто воткнуть дом на каком-то участке и пока вот в таких условиях начать жить то за 4,5 миллиона вполне можно уложиться в общем я думаю что вообще справедливая цена нормальная 7 миллионов за проект вот за весь проект этот вполне нормально можно уложиться получить хороший себе дом меньшие деньги вряд ли ну что ж друзья буду с вами на сегодня прощаться все уже заряда никакого нету сейчас уже все выключится задавайте свои вопросы я понимаю что сегодняшний сюжет получился такой скучноватый наверное много теории про каркас про проекты но это очень важно я вам сегодня показал на реальном примере что строить каркасный дом по тем знаниям которые есть в интернете что стоечки должны быть ригеля и так далее не совсем правильно дом развалится вот этот дом был развалился вот сюжет получился такой скомканный плюс не совсем тепло плюс вот айпад блин вздыхает в общем задавайте свои вопросы я сюда приеду еще раз и сниму еще дополнительно серию про то что здесь еще настроено сейчас я вспомню ну дома уже вспомню что здесь еще дополнительно сделали поговорю еще с владельцем он посмотрит тоже сегодняшний сюжет может быть сделать какое-то дополнение расскажет мне какую-то дополнительную информацию куда ушли еще деньги какие ошибки они говорили что много денег они потеряли на каких-то ошибках в общем я их спрошу про ошибки на которых которые съели много денег и сниму еще дополнительный сюжет вот про сегодняшнюю ситуацию да а что новое через несколько дней начнут монтировать крышу если вам интересно я уже во многих видео показывал как это делается если вам интересно как это будет делаться здесь я приеду покажу но здесь совершенно все по-простому обычная металлочерепица вон там мембрана уже смонтирована в общем пишите если хотите посмотреть как крышу здесь сделать я приеду и сниму вот ну все друзья не буду затягивать окончание с вами был Андрей Лошкарев задавайте свои вопросы пока субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»